Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подобная фраза указывает на то, что то, что приходит после нее, в этом идет речь об обязательном, о нечто обязательном в шариате «Имма амру ийджабин ау амру истихбаб» Либо приказ какого-то обязательного действия или приказ какого-то желательного действия То есть если пророк говорит «Не уверует ни один из вас пока» Это говорит о том, что то, что приходит после слова «пока» является обязательным для выполнения человеку Либо же желательным для выполнения человеку В любом случае это является приказанным Говорит Что касается отрицания веры от человека здесь То об этом сказал Шейху Ислам Минутами в своей китабу «Иман» Это является отрицанием полноценности обязательного имана Говорит «И если отрицается вера от человека из-за совершения какого-то действия Или наоборот из-за несовершения какого-то действия Это указывает на то, что вот это действие является обязательным к совершению Не уверует ни один из вас пока Пока не пожелает для своего брата того же, чего он желает самому себе Это говорит о том, что желать для своего брата того же, что ты желаешь для себя самого является обязательным Почему? Потому что если бы это было не обязательным То пророк Салаллаху Ла Саляма не отрицал бы от человека, который это деяние не совершает веру Говорит Поэтому слова пророка Салаллаху Ла Саляма не уверуют ни один из вас Пока не полюбит для своего брата того же, что желает для себя Это указывает на то, что человек обязан любить для своего брата того же, что он желает или любит для себя Потому что отрицание веры в подобном виде, как это пришло в нашем хадисе, не бывает Только лишь из-за отсутствия желательного действия у человека Потому что если кто-то оставил что-то желательное, то это не является причиной для отрицания веры от него То есть, как известно, если человек что-то желательно оставляет, то этим он грех на себя не берет Поэтому неправильно сказать про него, что он потерял веру или у него нет веры и тому подобное Поэтому отрицание веры здесь указывает на то, что совершение этого деяния является обязательным То есть, полюбить для своего брата того же, что ты пожелал или полюбил для себя Поэтому отрицание веры здесь является отрицанием обязательной полноценности имана Все это указывает на то, что то, что пришло после слова «пока» это является обязательным действием Пока он не полюбит для своего брата того же, чего желает себе Если ты это понял То слова пророка, салаллаху леусаллама, здесь Не уверует ни один из вас пока У этого есть много подобных примеров сунни То есть, подобные фразы и выражения приходят в сунни также в других хадисах Как, например, в словах пророка, салаллаху леусаллама Не уверует ни один из вас, пока я не стану любимее для него, чем его родитель и чем его ребенок и чем все остальные люди вообще Этот хадис приходит у Бухарии Муслима со слов Анна Саимну Малика То есть, это указывает на то, что любить посланника Аллаха, салаллаху леусаллама, больше, чем твоих родителей, твоих детей И больше, чем самого тебя и всех людей Является обязательным деянием А иначе, если бы это не было обязательным То пророк, салаллаху леусаллама, не отрицал бы от человека, не совершающего это деяние веру А также, пример этому, слова пророка, салаллаху леусаллама Клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, не уверует, и клянусь Аллахом, не уверует Люди спросили, кто это, о посланник Аллах, кто не уверовал или кто не уверует Говорит, это тот, не уверовал тот, сосед которого не обезопасен от твоего зла Нам этот хадис приходит у Бухарии со слов Абу Шурейха И тому подобные хадисы Говорит, отрицание веры во всех этих хадисах одинаково Во всех этих хадисах отрицается обязательная полноценность, обязательное совершенство имана Говорит, а затем слова пророка, салаллаху леусаллама Пока человек не полюбит для своего брата того же, чего желает для самого себя Все это включает в себя, или этот хадис включает в себя все праведные деяния, будь то дела, слова или убеждения Например, этот хадис включает в себя то, чтобы ты любил за своего брата, чтобы у него было такое же правильное убеждение, как у тебя Это является обязательным, то есть любить это для своего брата является обязательным И включается в этот хадис также то, что ты любишь для своего брата, чтобы он был совершающим намаз, так же как и ты Если же человек желает своему брату того, чтобы он был на неправильном пути То этим своим желанием он совершил запретное То есть человек не имеет права и запрещено ему желать для своего брата или для своих братьев того, чтобы они сбились с прямого пути или находились на заблуждении Такой человек совершил запретное и его обязательная полноценность имана является отрицаемой от него Говорит, так же если человек полюбил для кого-либо из людей или пожелал кому-либо из людей того, чтобы он сошел с правильных убеждений, которые соответствуют сунни То есть, чтобы этот человек был нововведенцем и был на убеждениях нововведения То же самое, от такого человека опять-таки отрицается его обязательная полноценность веры И эти примеры можно приводить во всех остальных видах поклонения Говорит, а также относительно всех видов остережения запретного Например, если человек желает для себя и любит для себя, чтобы он не прикасался к ришуа, то есть к взяткам И также, что касается его брата, пожелал ему наоборот, чтобы он был тем, которые прикасаются к взяткам и занимаются этим От него отрицается обязательная полноценность веры И подобные тому примеры, которые касаются запретных деяний Значит, человек должен любить для своего брата того, чтобы он совершал благие дела и был на правильных убеждениях Так же, как желает этого для себя И желает должен для своего брата того, чтобы он остерегался всякого запретного Так же, как он желает это для себя И говорит, пришло в Суннан-Насае ограничение или конкретное указание, что человек должен любить для своего брата Говорит, пока не полюбит для своего брата того же, чего желает для себя из добра То есть, если человек желает что-то для себя из зла или что-то желает для себя из дурного То он не должен этого дурного желать другим и остальным Говорит, это примечание или это указание и так является явным То есть, даже если мы не скажем, аль-хейр, мин аль-хейр из добра Понятно, что ты должен желать своему брату добро и не должен желать ему зла Говорит, аль-хаббату аль-хейр мин уморит дуни али-ах-ихи, кама юхиббули на все аля мустахар Что касается желать для своего брата какого-то добра из вещей бытовых, из вещей этой дуни То это является желательным, необязательным Потому что предпочитать твоего брата перед собой в вопросах дуни является желательным Но не является обязательным Человек должен любить для своего брата, чтобы он был обладающим имуществом, так же, как обладающим ты Но это не является обязательным, а является желательным То есть, ты не обязан желать такого же твоему брату, но желательно это А также он должен любить для своего брата, чтобы он был обладатель почета, подобно тому, как обладаешь почетом ты Это также является желательным Но если человек не пожелал такого для своего брата, про него не говорится, что от него отрицается обязательная часть веры Потому что все это является желательным Значит, что ты отсюда понимаешь? То, что желать для своего брата того же, чего ты желаешь для себя, бывает двух видов Первый вид, касающийся религиозных вопросов, касающихся поклонения И второй вид, который касается дуни и бытовых вопросов Так вот, в вопросах поклонения и в вопросах религиозных Человек обязан желать для своего брата того же, чего желает для себя Но в вопросах Дуни и в бытовых вопросах не обязан желать своему брату того же, чего желает для себя, но это является желательным, а не обязательным. Говорит Фаид Ансара Алмакам Хуна Алада Раджитейн. Значит, говорит, наш вопрос здесь пришел к чему? К двум ступеням. Аль-Уля, во-первых, если то, что желает человек для себя, является связанным с религиозными вопросами, то в этом случае является обязательным человеку желать для своего брата того, чего он желает для себя. Именно об этом речь идет в этом хадисе и отрицается вера от человека, если он такого не желает. В этом хадисе, где пророк сказал, не уверует ни один из вас, пока не полюбит для своего брата того, чего пожелал для себя или полюбил для себя, имеется в виду в религиозных вопросах, в вопросах поклонения. Говорит, имеется в виду из вопросов религии, в тех вопросах, которым побуждает шариат, законодатель. Имеется в виду в тех вопросах, в которых есть приказ от Всевышнего Аллаха, либо приказ, который ведет к ваджибу, либо приказ, который ведет к желательному. А также в вопросах, которых запретил законодатель приближаться к этим вопросам. Если человек не проявляет такого желания по отношению к своему брату, тогда от него отрицается обязательная полноценность веры. Если человек желает для себя чего-то из бытовых вопросов, тогда он на желательности, то есть желать такого же своему брату не является обязательным, но является желательным. Как, например, чтобы человек желал для своего брата, чтобы он был за саа фир риск, то есть обладавшего широтой в пропитании, чтобы у него была широта в пропитании и не было проблем с имуществом. Это является желательным. Так же, чтобы он любил для своего брата то, чем обладает сам, из почета или имущества, или из порядка в его жизни, или из книг, или и тому подобное. Говорит фраза, Все это возвращается лишь к желательности, но не к обязательности. Вот это ясно или нет? Значит, что касается вопросов Дуни, то желать для твоего брата того же, чего ты желаешь для себя, является желательным, но не обязательно. Что касается вопросов религии, то желать для своего брата того же, чего желаешь для себя, является ваджибом, является обязательным. Говорит, И из того, что мы зачитали, говорит, или из того, что мы разъяснили, разветвляется вопрос Аль-Исар, чего предпочтение перед тобой твоего брата. Говорит, и это тоже бывает двух видов. Аль-Ауэль, во-первых, Когда человек отдает предпочтение своему брату в поклонении. Это является нежелательным, говорит. Потому что это противоречит тому, что нам приказано из опережения друг друга в вопросах блага и в соревновании друг с другом в вопросах поклонения. То есть, в первом было, соревнуйтесь друг с другом в вопросах прощения от вашего Господа. А во втором аяте, устремитесь к чему? К прощению от вашего Господа. Говорит, Говорит, И в этом пусть соревнуются соревнующиеся. То есть, что ты отсюда понял? Например, если человек стоит со своим братом и выбор, кто даст азан на намаз. Кто должен дать азан на намаз? То есть, ты в этом случае не должен говорить, давай, брат, дай азан на намаз, я пока отойду, я подожду, я потерплю и тому подобное. Нет. В вопросах поклонения человек не должен предпочитать своего брата самому себе, но должен, наоборот, стремиться обогнать своего брата в добре. Так же, как и тот, второй тоже должен обогнать тебя, стараться обогнать тебя в добре. То же самое касается, чего рядов в намазе. Если ты стоишь за каким-то рядом, и в этом ряде появилось пустое место, то ты не должен говорить твоему брату, давай, встань в это место. Он должен сам постараться опередить его и встать на это место, перевея его. Ясно или нет? Значит, в вопросах поклонения и в вопросах блага человек не должен отдавать предпочтение своему брату, но должен, наоборот, стараться опередить его. От сани и второй момент. Что касается отдавать предпочтение своему брату в вопросах Дуни и в вопросах быта, как, например, в еде или в одежде, или в машине, или в том, кто займет лучшее место в Маджлисе, или тому подобное, здесь уже является желательным отдавать предпочтение своему брату в вопросах Дуни. То есть, если, например, люди едят за одним столом или едят из одной посуды, и остался последний кусок. Человеку желательно предложить этот последний кусок своему брату и сказать, брат, возьми этот последний кусок и доешь. То же самое касается машины. То есть, если в машине есть место более удобное, чем второе, то человеку желательно предложить это более удобное место своему брату. И тому подобное, то, что касается вопросов бытовых. Говорит, как сказал Всевышний Аллах, описывая чисто искренних верующих. Сказал Исируна Алянфусиим. Они отдают предпочтение людям перед самими собой. Валяука наби им хасаса. Даже если сами испытывают тяжесть в жизни и затруднения. Вамайюка шухана всеги. А тот, который обережется от собственной скупости. Фауляйка гуму муфлихун. А не те, которые достигли успеха. То есть, это аят. Об анцарах, которые отдавали предпочтение мухаджирам в вопросах быта. Отдавали им часть своего дома. Некоторые готовы были развести одну из своих жен. Для того, чтобы отдать мухаджиру и тому подобное. То есть, предпочитали своих братьев мухаджиров перед собой в вопросах Дунии. Фадаллятил аяя аля аннал айсара би умур аддуни мин сафадал муаминин. Говорит, этот аят указывает на то, что отдавать предпочтение своему брату в вопросах Дунии является одним из признаков и одним из качеств верующих. Валяя дуллю аля истихбаби. И это указывает на то, что это деяние является желательным. То есть, человек должен описываться теми описаниями, которыми описываются. Верующий должен стремиться к тому, чтобы быть описанным этим. Значит, к чему вы пришли? То, что если вопрос касается вопросов поклонения и приближения ко Всевышнему Аллаху, то отдавать предпочтение твоему брату перед тобой является нежелательным. Потому что это противоречит соревнованию, а также устремлению в вопросах блага. Говорит, например, если перед тобой в первом ряду есть пустое место. Или есть место, которое ты можешь занять прямо за имамом. И встаешь ты, и твой брат мусульманин, и один другому говорит, давай, встань вперед. А тот говорит, нет. Наоборот, ты давай, вставай. И этот опять говорит, нет, ты вставай. Говорит, такого поведения не должно быть. И оно является неправильным. То есть, два человека не должны друг другу предлагать место в переднем ряду. Но каждый, наоборот, должен стремиться опередить другого в этом. Ляну Макрух, это говорит, является желательным предлагать другому опередить самого себя в чем? В поклонении. Вальваджиб альмусара афитахсил гадил курба. Наоборот, является обязательным для человека устремляться достичь этого поклонения и этой награды. Ваиа фадыля туссав аль ауэль. Как в нашем примере, это достоинство первого ряда. Мисалун Ахара говорит другой пример. Ата раджулин мухтадж и ла маблагмин альмаль. Говорит, если к вам подошел человек, который нуждается в определенном имуществе. Ясудду аузагу, которая покроет его затруднение или его нищету. Хамсина, миад реал, аксар, как, например, 50 реалов или 100 реалов или больше этого. Ханта мухтадир уаху кальмуслим айдан мухтадир. Представь такая ситуация, то, что ты способен дать этому человеку садака, и твой брат, который стоит рядом, тоже способен на это. Фатакулю ла, и ты ему говоришь. Саидгу ана муатик кальфурса. Помоги этому бедному, я даю тебе шанс, я даю тебе возможность заработать награду на садака. Тафабдал саидгу. Прошу тебя, иди вперед и помоги ему. Вауя куль ла, тафабдал анта. А он наоборот говорит, нет, ты помоги ему, я даю тебе эту возможность. Минбабель махабба. Потому что я люблю для тебя того же, чего люблю для себя. Яня анна куль ла вахид и укаддим ахаху. То есть каждый из двоих выдвигает вперед своего брата. Фимислю ада макру айдан ла имбаги. Это является нежелательным и нет нужды поступать таким образом. Ля анна луачиба фиадал баб аль мусара ау л мусаба ха фил хайрат. Потому что является обязательным в этих делах опережать друг друга в этом благе и устремляться к этому благу. Казалик амин джихат хираат аль 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 а шеях. То же самое, то что касается и чтения знания шейхом. То есть когда кто-то или шеях согласился на то, чтобы ему прочитали какую-то книгу. Для того, чтобы он исправил чтение или сделал какие-то талякаты, какие-то примечания книги. Эту книгу можешь прочитать ты и можешь прочитать твой брат. Ты не должен отдавать это чтение твоему брату. Он должен постараться опередить его в этом благе. Говорит вагзель фурас линаил аттаад. И любой шанс для того, чтобы заработать что-то из поклонений. Валь джихат у ажбабу газа. Или военный джихат и тому подобное. «Подобные вопросы называются вопросами поклонения. И говорит, отдавать предпочтение в этих вопросах твоим братьям является неправильным и является нежелательным. Потому что это противоречит тому, что Всевышний Аллахас Панаваталя приказал устремляться к благу и опережать друг друга в благе. «Отсюда ты понял то, что любовь твоя к твоему брату несет с собой в основе то, что ты должен предпочитать его себе. «Кроме как, если вопрос касается вопросов следующей жизни, здесь уже не нужно отдавать предпочтение ему перед собой. А что касается вопросов Дуни, то это является желательным. «Отсюда ты понял правильным образом, что значит слова пророка, не уверует ни один из вас. «И как понимать то, что пришло после этого, как слова пророка, пока он не полюбит для своего брата того же, что пожелал или полюбил для себя. А также слова пророка в другом хадисе «Хатта акуна хабба илей мин валиди, в валиди и ваннася жмайин, пока я не буду любимей для него, чем его родители или ребенок, или все остальные люди». «А также слова пророка, не уверует ни один из вас, пока его сосед не будет обезопасен от его зла». И тому подобные хадисы пророка, теперь ты понял, что значит «не уверует ни один из вас». «Потому что все эти деяния являются требуемыми в шариате, чему требуемыми к выполнению». На этом завершился разбор хадиса 13 и со следующего урока, иншаллах, начнем разбор 14 хадиса. Субханакаллаху ма бихамдик, ашадуаллах, илляха, 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 астахфираллах, ауату биле. Прямо за имамом. «Фатахив анта у ахукал муслим, фатакулю ла, такаддам». И встаешь ты, и твой брат мусульманин, и один другому говорит «такаддам», давай, встань вперед. «Тафабдал», фаякулю лак «ля», а тот говорит «нет», «такаддам ант», наоборот, ты давай вставай. «Фатакулю такаддам», и этот опять говорит «нет, ты вставай». Говорит, такого поведения не должно быть, и оно является неправильным. То есть два человека не должны друг другу предлагать место в переднем ряду. Но каждый, наоборот, должен стремиться опередить другого в этом. «Ляну макрух», это, говорит, является желательным предлагать другому опередить самого себя в чем? В поклонении. «Вальваджиб альмусара афитахсил гадил курба», наоборот, является обязательным для человека устремляться достичь этого поклонения, этой награды. Как в нашем примере, это достоинство первого ряда. «Мисалун Ахар», говорит другой пример. Говорит, если к вам подошел человек, который нуждается в определенном имуществе, «ясудду аузагу», которое покроет его затруднение, или его нищету, «хамсина», «миатриал», «аксар», как, например, 50 реалов, или 100 реалов, или больше этого, «ханта муктадир, уахукаль муслим, айдан муктадир». Представь, такая ситуация, то, что ты способен дать этому человеку садака, и твой брат, который стоит рядом, тоже способен на это. «Фатакулю ла», и ты ему говоришь, «саидху ана муатика альфурса». Помоги этому бедному, я даю тебе шанс, я даю тебе возможность заработать награду на садака. «Тафаддал саидху», прошу тебя, иди вперед и помоги ему. «Вау якуль ла, тафаддал анта», а он, наоборот, говорит, «нет, ты помоги ему, я даю тебе эту возможность». «Мин бабль махабба», потому что я люблю для тебя того же, чего люблю для себя. «Яня анна кулла вахид и укаддим ахаху», то есть каждый из двоих выдвигает вперед своего брата. «Фимислю адама кру айдан ла имбаги», это является нежелательным, и нет нужды поступать таким образом. «Ланна луачиба фиадал баб аль мусара аль мусаба кафиль хайрат», потому что является обязательным в этих делах опережать друг друга в этом благе и устремляться к этому благу. То же самое, что касается и чтения знания шейхом. То есть, когда кто-то или шейх согласился на то, чтобы ему прочитали какую-то книгу, для того, чтобы он исправил чтение или сделал какие-то таликаты, какие-то примечания книги. Эту книгу можешь прочитать ты и можешь прочитать твой брат. Ты не должен отдавать это чтение твоему брату, но должен постараться опередить его в этом благе. Говорит, и любой шанс для того, чтобы заработать что-то из поклонений, или военный джигад и тому подобное. Подобные вопросы называются вопросами поклонений. И говорит, отдавать предпочтение в этих вопросах твоим братьям является неправильным и является нежелательным. Потому что это противоречит тому, что Всевышний Аллах Панаваталя приказал устремляться к благу и опережать друг друга в благе. Отсюда ты понял то, что любовь твоя к твоему брату несет с собой в основе то, что ты должен предпочитать его себе. Кроме как, если вопрос касается вопросов следующей жизни. Здесь уже не нужно отдавать предпочтение ему перед собой. А что касается вопросов Дуни, то это является желательным. Отсюда ты понял правильным образом, что значит слова пророка, не уверует ни один из вас. И как понимать то, что пришло после этого, как слова пророка, пока он не полюбит для своего брата того же, что пожелал или полюбил для себя. А также слова пророка в другом хадисе. Пока я не буду любимей для него, чем его родители или ребенок, или все остальные люди. А также слова пророка, не уверует ни один из вас, пока его сосед не будет обезопасен от его зла. И тому подобные хадисы пророка, теперь ты понял, что значит не уверует ни один из вас. Потому что все эти деяния являются требуемыми в шариате, чему требуемыми к выполнению. На этом завершился разбор хадиса 13 и со следующего урока, иншаллах, начнем разбор 14 хадиса. Как понимать то, что пришло после этого, как слова пророка, пока он не полюбит для своего брата того же, что пожелал или полюбил для себя. И тому подобные хадисы пророка, теперь ты понял, что значит не уверует ни один из вас. Потому что все эти деяния являются требуемыми в шариате, чему требуемыми к выполнению. На этом завершился разбор хадиса 13 и со следующего урока, иншаллах, начнем разбор 14 хадиса. К выполнению. На этом завершился разбор хадиса 13 и со следующего урока, иншаллах, начнем разбор 14 хадиса. Субтитры создавал DimaTorzok